Всем привет! Меня зовут Виктор Богуцкий, школа программирования и тестирования ПАСФ. Тема видео «Сколько вы должны или обязаны отработать в компании?». Меня спрашивают наши студенты, когда они устраиваются на работу, сколько я должен тут отработать? А что, если вдруг я получу более интересное предложение? А что будет, если вдруг мне надоест там работать? А что вдруг, если мне не понравится там работать? Сколько я должен там отработать, прежде чем я смогу уйти? В американских контрактах, когда вы будете их подписывать, тоже внимательно их читайте, там написано, что вы работаете по собственному желанию, и компания нанимает вас тоже по собственному желанию. В случае, если вдруг вы не захотите работать, то вы можете уйти в любой момент. Вы можете уйти даже в свой первый рабочий день, или после первого рабочего дня, или вы можете даже не прийти на работу. Допустим, вы получили оффер, и потом получили второй оффер, третий оффер, четвертый. Вы их сравнили, смотрите, разница по деньгам большая. Компания с первой, в которой вы начали работать, она, допустим, не хочет, не может, допустим, матчить. Матчить, то есть платить столько же. Вы можете сказать, что спасибо вам за предоставленную возможность поработать у вас, но я работать не буду. Если вы уходите сами, то вам заплатят только за фактически отработанное время. Допустим, если вы пришли один день, то, скорее всего, вы получите за один день рабочий, даже если вы пришли на час. Но если вы не отработаете ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты, то компания, с которой вы подписали контракт, она вам ничего платить не будет. Вы просто вернете ноутбук, если вам его высылали, и все, на этом закончится все сотрудничество. Если вы там уже отработали какое-то время, то вам заплатят за фактически отработанные дни, часы и так дальше. Компания также по своему желанию может вас уволить. Причины могут быть разные. Причины могут быть, допустим, что они сокращают штат, вы им не подходите, у них какие-то свои планы. То есть вам объяснять причину увольнения не обязаны. И в случае увольнения вы получаете компенсацию, которая предусмотрена контрактом, и все, вы свободны. Если у вас остаются какие-то претензии, вы их можете решать в судебном порядке. Точно так же, как и компания может предъявить к вам какие-то претензии. Но это не претензии о том, что вы там не отработали чего-то, или вы что-то там не доделали. Есть два вида трудоустройства. Это full-time контракт. Если вас увольняют, то все будет происходить так, как предусмотрено в контракте. Есть еще мнение, что если вы заключили контракт, или вы устроились на какой-то контракт, допустим, на 3-6 месяцев, и хотите уйти, то вы обязаны отработать их, либо что-то еще, то нет. Вы можете уйти точно так же. Контракт – это форма, которая защищает в первую очередь работодателя, потому что они знают, что вы отработали у них полгода, они как-то оценили, подумали, хотят продлевать контракт, не хотят продлевать контракт. Они его могут прекратить, и все, вы свободны. Это для них такой вот способ увольнения, способ избавиться от нежелательных работников. Либо это просто какой-то проект, который известно, когда закончится, и вот под него как раз набирают людей. Когда он закончился, всех распустили, и это не является увольнением, это просто является окончанием контракта. Если вы во время того, как вы проходите собеседование, получили один оффер, подписали его, вам все вроде бы нравится, устроились, вам выслали ноутбук, или вы уже ездите в офис, и вдруг вам внезапно поступает ответ от других компаний, с которыми вы собеседовались, и там еще интереснее предложение, а если вы получаете еще второй, третий, четвертый оффер, то да, это, конечно, большие муки выбора, тяжело выбирать, но вы руководствуетесь несколькими принципами. Первое, если это ваша первая работа, насколько вы профессионально там будете расти, либо это может быть еще бренд, если это бренд, то обязательно берите тот бренд, который наиболее известен. То есть если это будет какой-то no name, но большая зарплата, либо это будет большой бренд, но зарплата поменьше, то обязательно идите в большой бренд. Если вы получили несколько офферов и уже вышли на работу, вы понимаете, что вам предложили значительно больше, не на 2-3 доллара в час больше, а значительно больше, то я вам рекомендую обратиться к своему текущему работодателю, сказать, понимаете, такая ситуация получилась, я получил второй оффер, они мне платят, например, на 20-30-50 долларов или 20-30-50 тысяч в год больше, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы уйти туда, потому что, ребята, учитывайте, ваша профессиональная жизнь, она не такая долгая, как мы себе мечтаем. И вы должны использовать каждый свой месяц, каждый свой год эффективно. Если вы идете работать, то вы идете для того, чтобы развиваться, повышать свою ценность и, естественно, чтобы получать все больше и больше денег. Если ваш работодатель скажет, ну нет, мы не сможем вам дать столько же, то вы скажете, ну спасибо, я тогда иду работать в другую компанию. Вы, как человек, которого разрывают какие-то угрызения совести, то успокойтесь по этому поводу, потому что, как я сказал, ваша профессиональная жизнь, она совсем не такая длинная. И используйте ее для того, чтобы повышать свой уровень жизни, для того, чтобы получать блага себе, а не для того, чтобы творить добро и развивать какие-то другие компании, бренды, идеи и так дальше. То есть вы работаете для того, чтобы развиваться. И если вы приходите в компанию для того, чтобы набраться там опыта, и вы знаете, что, допустим, что это большой бренд, вы там получите опыт программирования, автоматизирования и так дальше, то если это ваша первая работа, то идите на все, что вам поможет развиваться. Что вам поможет развиваться в софт-скиллах, что вам поможет развиваться в ваших инженерных навыках. Идите туда, где вас готовы брать. Но если вы знаете, что вы уже получаете несколько офферов одновременно, то выбирайте тот, в котором вы получите больше всего. На что стоит обратить внимание? Это, естественно, на ставку, которую вам будут платить. Также, если это есть какие-то стоки, акции, учитывайте, что у стартапов, у них, они вам дают какие-то там проценты будущих прибыли. Это не те акции, которые растут уже сейчас, не те акции, которые можно купить или продать. Также есть еще годовые бонусы. Они весьма немаленькие. Также обращайте внимание на страховку, потому что страховка – это очень большой расход. И смотрите, уже если можете выбирать, выбирайте те варианты, где вы будете платить меньше. Потому что страховка и налоги отнимают где-то процентов 35-40 от вашей зарплаты. Давайте подведем итог. Вы, как сотрудник, можете уйти в любое время. Компания вас может уволить в любое время без каких-либо объяснений, ну, либо с какими-то объяснениями, это не имеет значения. Что контракт, что фулл-тайм одинаково. Вы можете уйти в любое время. Обязаны ли вы отработать какое-то время, допустим, там даже две недели? Нет, не обязаны. Вы можете просто дать так называемый two-week notice. Это уведомление о том, что вы через две недели уйдете. Если у вас есть какие-то незаконченные дела, то вы их можете там завершить. Но, насколько я знаю, те люди, которые дают вот этот two-week notice, они просто сидят или вообще просто как бы ждут две недели, а потом просто как бы отсылают этот ноутбук или приносят его и все. То есть это такая формальность. Компания понимает, что человек, который собирается уже увольняться, он будет непродуктивен, поэтому его особо не загружают. Либо еще бывает такой момент, сразу говорят, типа, отдавайте ноутбук и все. Как бы отдавайте ноутбук, вы никуда не заходите, все уже там, спасибо, спасибо, больше ничего делать не нужно. Я знаю, еще есть такая политика. Потому что люди, которые уже собираются увольняться, они непродуктивны, они могут там что-то натворить, и, в общем, доверия к ним никакого нет. Вы не обязаны отрабатывать месяца года для того, чтобы это как-то смотрелось в вашем резюме. Те места работы, в которых вы отработали, типа, там, неделю, месяц, два, три, вы можете вполне не указывать в своем резюме, чтобы это не было странно. Типа, там поработал месяц, там поработал два, ушел сюда. То есть эти все места не нужно указывать, потому что для LinkedIn профиля, для вашего резюме это будет просто причиной лишних вопросов. Обычно вас будут спрашивать, типа, а почему вы отработали всего месяц в той компании? А почему вы работали здесь месяц, там два, там три, а здесь неделю и так дальше? То есть вот эти вот все свои скачки указывать просто не нужно. Вы вполне имеете право в своих социальных профилях LinkedIn или резюме какие-то места работы просто не показывать, потому что, ну, вы так считаете. Ваше резюме — это не ваша автобиография, и вы можете там писать все то, что считаете нужным. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите свое мнение, предложение, жалобы, пишите все в комментариях. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok